Ваши, я хотела несколько представить. Я нас очень оттапливаю, что мы отправляем в интернаты одну из центральных картин деревьев голландской живописи, которая называется «Новый рынок Борталаме», Борталамон Силандархёста, крупнейшего фортизиста амстердамской элиты середины XVII века. Дело в том, что эта картина занимает уникальное место творчества и художников, и она, конечно, вообще особая главная картина в истории голландской живописи. Кажется, что перед нами ежедневный эпизод жизни амстердама, так естественно, эта композиция, в которой изображена пожилая тарковка зеленью с тележкой, груженой овощами, остановившаяся около золла. С другой стороны, вы видите свеженную, свиную тушу, а мы знаем, что в ноябре обычно снижевали туши, но и так ноябрь называться, слава, март. Девочка, рядом стоящая в меховой такой жигетике, рядом с детьми, которые играют пузырем, тоже намек на такую крупность человеческого бытия. В старом нидерландском, в том числе старой европейской традиции, изображение ребенка, который подуваем люди или играет по делу, всегда символизирует полу пула, краткость человеческой жизни. Но за этими фигурами разворачивается графически точный вид Амстердама с весовой Антони Свах, с целендрей, который существует. И там изображены сцены как раз так, как у меня, там есть свежевая тушь, свежевая тушь, ходят различные тарковцы, причем некоторые в челмах, такие экзотические, такие восточные купцы, потому что Амстердам космоколитический тарковый центр, который принимал всех людей. И вот этот роскошный, напернуть на первом плане овощной изображение свежеванной туши, которая подвешена на лестницу, типичная сцена в голландском искусстве XVII века. Но здесь это все на самом деле кажется таким естественным и живым, что он как бы картина жизни, которая до нас дошла. Тем не менее, это произведение сложное, и оно многослойное, и не так все просто. Как показали последние исследования картины, совершенные в Голландии, тоже ниберландскими специалистами, а только в последние годы в Голландии две статьи, посвященные именно этой уникальной картине. Здесь, вероятно, как предполагают, изображена жена художника Анны Дюбир, в которой он изображает в виде картинки зелени. Необычное решение для нашего времени, потому что мы привыкли к такому, все-таки, скажем, образу лакирования вечной милости, красоты, боимся возраста и поискрываем это. На самом деле, здесь вот эта молодая женщина, которая с тобой мягко и мягко смотрит на нас и что-то произносит, вот это, вероятно, хозяйка дома, восстановившаяся. Мы знаем, что художник жил именно в этом месте. Сохранилось несколько документов о том, что жена, вдова художника, очень дорожила этой картиной и хотела ее сохранить и всегда. В нашей жизни картина находилась в том, что ее зятя, и сохранилась документ о том, что она хотела ее иметь при себе. То есть, картина играла важную роль в семье художника. Она дает...